Ольга Валерьевна, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике? Добрый день, уважаемые жители республики Саха и Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. За последние сутки выявлено 94 новых случая новой коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание на то, что последние сутки в целом по России характеризуются достаточно высоким количеством выявленных новых случаев. В городе Якутске 55 случаев, в Мегино-Кангаласском районе 8, в Алданском и Мирненских районах по 5 случая, в Верхневилюйском, Нербинском, Чуропчинском по 4 случая, в Верхоянском, Хангаласском по 3 случая, в Амиконском районе 2 случая, в Алёпминском районе 1 случай. Органами управления Роспотребнадзора и учреждениями здравоохранения выявлены ближайшие контакты, которые изолированы и которым предложено на настоящий момент амбулаторное лечение, либо же непосредственно выявленных контактов взяты соответствующие анализы. Необходимо обратить внимание, что основные контакты по сегодняшней ситуации в Республике Сахая-Кутя – это контакты семейные. При этом семейные контакты, которые вызваны тем, что один из членов семьи либо работает и, соответственно, имея контакт на работе, в КНО в корпоративе приносит в дом и, соответственно, возникает полный семейный очаг. Ещё раз обращаю внимание, в случае, если непосредственно у одного из членов семьи есть коронавирусная инфекция, соответственно, есть соответствующий анализ, то изолироваться должна в полном объёме вся семья и начать, соответственно, по рекомендации участкового врача поликлиники употреблять противовирусные препараты. За последние сутки, за непосредственно двое суток, за субботу и воскресенье компьютерными томографами на территории Республики сделано около 600 компьютерных исследований. При этом необходимо обратить внимание, что 349 исследований сделаны в городе Якутске. Для того, чтобы не допускать очереди на компьютерную томографию, принят ряд организационных мер. Меры, прежде всего, направлены на увеличение работы по двум компьютерным томографам, увеличение работы по времени, по добавлению дополнительных врачей и проведению разъяснительной работы среди населения, на которые ещё раз обращаю ваше внимание. Компьютерная томография является медицинской процедурой, и она возможна лишь только при назначении врача. Поэтому лишь только после осмотра врача, который порекомендует и определит, что необходима компьютерная томография, и только при наличии клинических проявлений, которые характерны для вирусных заболеваний, необходима компьютерная томография. В целом, у нас наши лаборатории продолжают работать. За субботу и воскресенье мы преодолели порог 500 тысяч исследований, тестов в целом по территории республики. Действительно, это одно из самых высоких тестирований на территории Российской Федерации, что позволяет нам выявлять большее количество случаев заражений и, соответственно, оказывать медицинскую помощь для того, чтобы снимать эту проблему и снимать в том числе напряжение, которое существует у нас в республике, в том числе и по новой коронавирусной инфекции. Необходимо обратить сегодня внимание, что глава республики на оперативном штабе республиканском дал чёткое поручение даже координировать работу оперативных штабов в районах и, соответственно, глава муниципальных образований проводить всю необходимую меру, все необходимые меры и мероприятия, направленные на то, чтобы граждане соблюдали социальную дистанцию, носили маски, чтобы учреждения, все, которые работают на территории муниципальных образований, также работали в пределах санитарно-эпидемиологических норм. И последнее. Безусловно, тогда, когда мы жили весной, у нас было поднятие, тогда мы учились лишь только и бороться с коронавирусной инфекцией, и создавать условия для того, чтобы её, значит, непосредственно начинать вылечивать. Поэтому вводились определённого рода ограничения, связанные с закрытием. Жить постоянно в состоянии локдаунта и закрытия невозможно. Поэтому я много раз это говорила и буду повторять. Нужно научиться жить в новых условиях. А сегодня это соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.